Александр Усик сделал уже несколько заявлений по поводу ситуации Украины и России и даже вступил в территориальную оборону Киева, но потом он принял решение покинуть Украину и буквально только что он рассказал, почему он принял такое решение. Я хотел остаться и защищать Украину, но друзья убедили меня, что я сделаю больше для Украины, если буду боксировать, а не стрелять. Стараюсь сосредоточиться в основном на тренировках, за новостями практически не слежу. Мои друзья, которые защищают наше государство, говорят, чтобы я отключил телефон и тренировался. От меня ждут хорошего выступления на ринге для Украины. Поединок Усика и Джошуа состоится в июне в Саудовской Аравии. Напомню, что друг Александра Усика, Василий Ломаченко, напротив, отказался уезжать из Украины и остался в территориальной обороне Киева. Знаменитый американский боксер, бывший чемпион мира в супертяжелом весе, Майк Тайсон поддержал Украину. Я знаю братьев Кличко, мы знакомы друг с другом, но в последнее время я с ними не разговаривал. Благотворительный бой с Владимиром Кличко? Я думаю, нам нужно больше, чем благотворительный поединок. Необходимо отнестись к этому очень серьезно. Сейчас они делают важнейшую работу, они находятся на передовой. Нельзя сделать что-то больше благотворительное, чем это. История Украины доказывает, что украинцы сильные люди, которые с незапамятных времен имеют дело с россиянами. С кем они воевали? С россиянами. Поначалу это стало бизнес-войной, потому что Россия финансировала Украину. Но поскольку теперь в это вовлечены многие люди, это превратилось в войну человечества. Друзья, очень большое количество моих друзей позвонило мне, моих близких и поддержало меня в этом. Злопыхатели, добра вам и счастья, радости и мира. Все будет слава богу. И все будет Украина. Всем добра.